Какой хороший вирус, друзья, у нас! Это, знаете, из разряда «война войной, а обед по расписанию». То есть политики сейчас делают свои дела, те, которые они не могли сделать бы ранее, а сейчас пытаются использовать ситуацию в своих целях, как бы им это казалось правильным. И подогнать под себя, подмять тех, которые не слушались ранее. Итак, Жириновский потребовал отставки Лукашенко. Он почти 30 лет у власти. Так заявил Жириновский, но вроде как и Путин у нас столько же лет у власти. Однако же Жириновский решил, что 30 лет у власти для Лукашенко много. Он пересидел Путина, он больший долгожитель в политике, нежели Путин. Так честь ему и хвала, что он пересидел всех, что он оказался умнее всех. И я сделала ролик накануне, если вы помните, как раз о том, что задача сегодняшних темных сил России, я не берусь говорить, кого и чего, но темных сил России в том, чтобы убрать Лукашенко со своего пути. Но мешает он, мешает батька им подмять под себя Белоруссию. А как ее поднять? Вот он так строит свою экономику, свою политику, что везде выигрыши оказываются ему тяжело. Ему очень тяжело, необыкновенно тяжело. Однако же все равно, он идет по лезвию ножа, но добивается своего. Я не жила в Белоруссии, я не знаю, как жители Белоруссии относятся к нему. У каждого свое мнение, и я могу сказать. Но и у батьки Лукашенко тоже есть какие-то свои слабости. Но это его сын, которого он хочет посадить на пьедестовласти. А почему другие могут, а он не может? И он исходит из этой вот как раз ситуации. То, что Жириновский озвучил, это позиция России. И в предыдущем ролике о Белоруссии я сказала о том, что России уж очень необходим был госсовет, а батька их так подвел, что лучше ему не приезжать в Россию, чтобы не испробовать на себе тот самый новичок. А Россия очень даже может стянуть к границам Белоруссии под видом пандемии, свои войска, и заставить Белоруссию, скажем, соблюдать правила международные. Хотя сейчас пока белорусы не хотят их соблюдать. Итак, лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко уже пора сложить полномочия. По его словам, белорусский лидер виноват в недостаточных мерах, предпринятых в этой стране из-за пандемии. По мнению политика, Лукашенко обладает кругозором директора совхоза. Но вот такой он действительно директор совхоза, с таким, как Жириновский, видимо, предполагает узким кругозором, что 30 лет стоит у власти, все остальные уже сдали свою власть. А Лукашенко, как патриарх политики, стоит у власти. И это бесит кого-то, кто не может так же долго стоять у власти, как делает это Лукашенко. Это не годится для того, чтобы управлять страной. Это так заявляет Жириновский. Жириновский также добавил, что Лукашенко следует обратиться к Москве за помощью и взять пример секс-президента Украины Виктора Януковича. Мы уже знаем, какой пример нужно брать с Януковича. Неизвестно, где сегодня живет Янукович. Якобы в Москве, а может быть в Монте-Карло, а может быть и вообще его нет в живых. Мы не знаем, но Жириновский хочет, чтобы батька Лукашенко пошел под крылышко Москвы и полностью зависел от Москвы и кланялся, кланялся, кланялся. Он должен переехать жить сюда куда-нибудь. Так считает лидер ЛДПР. Иначе доведет Белоруссию. Он уже 30 лет скоро будет у власти. Это недопустимо, возмущается Жириновский. И по мнению политика, о ситуации с COVID-19 нужны срочные карантинные меры, в том числе закрытие Белоруссии. Людям же нужно запретить выход на улицу. До этого Жириновский уже подвергал жестокой критике Лукашенко. Он был недоволен, что президент Белоруссии до сих пор не запретил в стране массовые мероприятия на фоне распространения пандемии. Он раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко, который до сих пор не запретил в стране массовые мероприятия на фоне распространения такой злостной и страшной болезни. Лукашенко издевается над всей планетой. Так заявляет Жириновский. Как издевается? Как издевается Лукашенко над всей планетой? А вот по мнению Жириновского, и он напомнил, что число заболеваний в Белоруссии растет, но власти по-прежнему не запрещают своим гражданам собираться вместе. И Жириновский призвал Лукашенко уняться. Получается, что вся планета дураки, а вы один умный. Но здесь вот, конечно, можно нам поспорить по поводу всей планеты, о том, что вся планета умная, но вся планета, вы понимаете, и соблюдение карательных мер, которые сегодня присутствуют по всему миру, это навязанное, это сверху навязанное то, что народ опровергает. Народ не хочет этому подчиняться, потому что все видят какую-то ложь, какую-то подмену понятий и какой-то обман. И президент Александр Лукашенко заявил во время состоявшегося матча хоккейного, республиканских соревнований каких-то, что не боится выходить на лед, так как холодильник – это самое лучшее здоровье. Спорт, особенно лед, лучшее антивирусное лекарство. Так заявил лидер Белоруссии. Но когда же журналистка его спросила, может ли вообще коронавирус остановить Лукашенко от выхода на лед, он ответил, надо сказать, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. И здесь, пожалуй, в этом выражении вся позиция Александра Лукашенко по отношению к России. Лучше умереть стоя, нежели жить на коленях. А здесь Жириновский предлагает ему, понятно, что это решение Кремля, предложение о том, чтобы Лукашенко переехал под крылышко России, а на его место кто-то встанет, конечно, Московский, кто будет управлять Белоруссией. Ну и жить на коленях Лукашенко не соглашается. А это реально жить на коленях, если вдруг сдаст свою страну, сдаст Россию. И вот Россия выжидает, выжидает и договаривается с Соединенными Штатами о том, что Лукашенко должен сдать страну. Россия договаривается, но Лукашенко заручился поддержкой Соединенных Штатов, поддержкой Трампа. Трамп друг Путина. А Лукашенко тоже заручился поддержкой. Значит, какие-то интересы у Трампа есть в Белоруссии. И вот каким образом сейчас Россия будет перебивать интересы Трампа в Белоруссии, мы это увидим в ближайшее время. Но пока, я так понимаю, Россия все-таки планирует именно силовым захватом взять Белоруссию в свои руки. А другого пока не дано. Понятно, что Лукашенко сам по себе не хочет сдавать свою страну. Но чего ради он должен отдавать свою страну? Я вам хочу сказать, дорогие мои белорусы, вы, конечно, в больших претензиях к своему батьке. Он, да, он может иметь кругозор, который вот директор совхоза, все это понятно. Но на самом деле он труженик. И если вы будете сегодня ратовать за то, чтобы вошла Россия в Белоруссию, и чтобы Белоруссия Лукашенко сдал свои права на власть, на трон, то дальнейшая ваша судьба будет такая же, как в Крыму. Крымчане сегодня раздосадованы. Крымчане сегодня сожалеют, что они голосовали за Россию. Здесь я беру только аналитику, друзья. Только реальное положение дел. Есть, конечно, в Крыму некоторые такие общественники, которые, ну, пасаран, они очень даже за президента Российской Федерации. Но это им нужно для чего, друзья? Для того, чтобы заработать себе на карман, на кошелек. А других нет интересов у крымчан в отношении российской власти. Кому российская власть дает заработать, те и в хорошем положении. Те и стоят за российскую власть. Поэтому сегодня, да, Белоруссии грозит все то же самое. То есть Белоруссию могут поднять под себя очень легко. Подведут войска под предлогом того, что Александр Лукашенко не соблюдает мировые правила о коронавирусе. Но Александр Лукашенко в этом отношении не одинок. Есть же еще и другие люди. И Туркменистан, допустим, тоже не соблюдает. Швеция не соблюдает. Многие страны, маленькие, небольшие, они не хотят соблюдать, потому что они не хотят вогнать свою страну в нищету и разруху. И в бандитизм. Ведь в каждой стране, где сейчас бушует пандемия лжи, каждая страна будет испытывать мародерство и разгул бандитизма, спад экономики и, конечно, спад качества жизни населения. Поэтому, батька, если ваш батька стоит сегодня на ногах, это я обращаюсь к белорусам, как бы не было вам противно какие-то его действия, поддерживайте своего батьку, потому что он сегодня один противостоит стае шакалов. Он один противостоит. И поддержите своего батьку, иначе вы будете выть от того, когда войдет Россия к вам. Это будет полное разграбление всех предприятий. Это будет уничтожение ваших городов, а тем более деревень, сел. Все будет уничтожено. Но в этом и состоит, собственно говоря, политика российского Кремля по отношению ко всем, куда они приходят. Я Таня Карацуба, Сиитбургхан. Белорусы, поддержите батьку своего, поддержите Лукашенко. Он хоть и бывает иногда с придурью, но в принципе он хороший мужик в отношении политики и в отношении своей страны.